здравствуйте уважаемые любители комнатного садоводства я приветствую вас на канале про цветок и меня зовут русских иван поговорим мы сегодня о таком коварном вредители как мучнистый червец мучнистый червец является вредителем поражающим большое количество всевозможных комнатных растений это и узамбарские фиалки это и кротоны это и орхидеи это и растение семейства роидных такие как диффенбахи и монстеры и так далее практически нет никаких комнатных растений которые бы не были подвержены нападению этого коварного вредителя сожалению приходится признать что и в этой оранжереи красивый прекрасный в которой мы находимся нашлись растения которые поражены мучнистым червецом мучнистый червец является чрезвычайно коварным вредителем он является ближайшим родственникам щитовки и как у щитовки поверхность его тела покрыта водонепроницаемым восковым панцирем поэтому опрыскивание различными ядовитыми препаратами контактно-кишечного действия против мучнистого червеца практически совершенно не эффективны его можно пытаться смыть мылом например если это какие-то небольшие растения без опушения или обработать действительно контактными какими-то веществами но даже если взрослые особи червеца пропадут то из кладок яиц которые он сделал успел сделать отродятся личинки сформируются новые вредители и вас накроет волной этого червеца снова поэтому борьба с мучнистым червецом особенно на орхидеях которые достаточно чувствительны к всевозможным опрыскиванием химическими веществами является такой проблемой но которая при всем том решаемо дело в том что в современном арсенале средств по защите растений от насекомых вредителей есть категория системных препаратов для защиты растений к системным препаратам для защиты растений от насекомых вредителей относится группа химических веществ которые называются неонакотиноиды к неонакотиноидам относится например такой широко известный препарат как октара но кроме этого к такому веществу действующим веществом неонакотиноиды являются у большого количества других препаратов поэтому нужно просто брать инструкцию смотреть название смотреть действующее вещество и соответственно делать выбор покупать или не покупать этот препарат является он системным или нет относится он к неонакотиноидам или нет преимущество данной группы препаратов является то что они практически не пахнут без запаха и не испаряются в этой связи их можно использовать защищенном грунте ну или дома еще одним важным преимуществом группы неонакотиноидов является возможность всасывания их корнями из почвенного раствора и распространение с соком растения по всему растению даже туда куда вы не достанете с помощью опрыскивателя или же вот под тот панцирь которым накрыто накрыт червец или щитовка соответственно для того чтобы побороть у себя дома червеца вам необходимо приобрести системные инсектицид из группы неонакотиноидов сделать раствор в соответствии с инструкцией и пролить ваши растения такой пролив полив неонакотиноидами необходимо делать примерно раз в две недели до тех пор пока угроза возобновления поражения растений не пропадет дело в том что неонакотиноиды могут находиться внутри растения примерно 14 15 дней при комнатной температуре и все это время они циркулируют в растении накапливаются в листочках и попадают в сок насекомое протыкает листочек глотает этот сок и соответственно покибает но как я уже говорил раньше есть риск что не питающиеся насекомые могут значит перейти в новый цикл развития из яиц в личинку из личинки в насекомые и таким образом насекомые могут появиться снова в этой связи такие проливы необходимо повторить еще два или даже три раза такой способ в полной мере избавит и орхидеи и фиалки симполии и другие комнатные растения и тепличные растения между прочим в том числе от таких вот коварных вредителей как червец и щитовка тоже но я предостерегаю вас от использования такого неконтролируемого широкого использования данной группы препаратов на пищевых растениях это как вы понимаете связана именно с тем что данная группа препаратов способна накапливаться внутри растения и соответственно может накапливаться в той плода овощной продукции, которая впоследствии будет употребляться в пищу. Поэтому соблюдение регламентов применения таких препаратов, особенно на пищевых растениях, является чрезвычайно важным. Не стоит применять неонекотиноиды на зеленых культурах, на ранней продукции, на овощах, которые вы предназначаете для питания, особенно детей. Ну а что касается комнатных растений, как раз группа этих препаратов подходит для борьбы с насекомыми очень хорошо. Я надеюсь, что этот совет был для вас полезным, что если вы обнаружите червеца на своих растениях, то достаточно быстро от него избавитесь. Пишите свои комментарии, задавайте нам вопросы, мы всегда будем рады на них ответить и помочь вам в вашем прекрасном деле выращивания растений. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик обязательно, и вы будете всегда в курсе наших выпусков. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!